Друзья, 70-75% людей в церквях, во всех сейчас говорю, не только в нашей, состоят из женщин. Из тех 25-30% мужчин, которые называют себя христианами, многие мужчины обременены, озадачены, удручены различными обстоятельствами жизни и не посещают церковь на регулярной основе каждое воскресенье. Я хочу, чтобы мы открыли текст из Священного Писания Иоиля, 3 глава, 9 стих. Я положу это в основание, потом еще один стих возьму. Здесь написано так, «Возбудите храбрых, пусть выступят». Ох, как мне это нравится. «Возбудите храбрых», как будто бы они спят, как будто бы храбрые, мужественные качества присыпаны различными жизненными проблемами и задачами, и обремененностями, и суетой. И Бог говорит, «Возбудите, взывайте к храбрым, возбудите храбрых, пусть встанут, пусть выступят, пусть поднимутся мужчины, мужские качества в мужчинах, возбудите храбрых, пусть выступят». Друзья, хочу сказать, что существует некая разобщенность между церковью и мужчинами. Интересно, что в других религиях это не так. Как-то одно время я посетил несколько датсанов, это некие такое культовое здание для буддистов. В буддистской религии вы можете видеть там одни мужчины, практически. Если вы придете или приедете в Иерусалим, то вы увидите, что для женщин вообще отдельное отделение у них есть, а в синагогах мужчины. Если вы придете в мечеть, то вы увидите, что там тоже мужчины. В мусульманстве, в буддизме, в иудаизме намного выше процент религиозных мужчин, чем женщин. И только в христианстве, в церквях почему-то больше женщин, нежели мужчин. Что происходит? Почему отсутствуют мужчины в наших церквях, настоящие мужчины или их количество очень незначительное? Каким образом произошло вот это разобщение между мужчинами и желанием быть в церкви? Почему это случилось? Что произошло? А было ли так во дни Иисуса или в ранней церкви? И именно об этом я хочу поговорить с вами. Друзья, где сегодня те, кто рискуют? Где сегодня те, кому мы подражаем, на кого мы смотрим? Которые не боятся принимать ответственности и решения. Идти вперед. Я не имею в виду, что мужчинам нужно быть такими, знаете, грубыми, такими не обтесанными, жесткими, чтобы показать, что ты настоящий мужчина. Я думаю, знаете, в Библии есть много разных историй. И вот одна из них в самом начале книги Библии в бытие, это история об Иакове и Исаве. Два брата, два близнеца. Но Исав при этом был человеком полей, был охотник. И понятно, что он был очень грубым, таким не обтесанным, таким мужчиной. И ты когда смотришь на Исава, ты понимаешь, что это, он еще и волосатый написан, что это мужчина. А Иаков был другим, очень домашним человеком, который всегда был возле мамочки своей. Но, знаете, Бог использовал каждого из них. И то, что они были разными, не делало одного по-настоящему мужчины, а другого нет. Бог по-разному создал нас. Я знаю тех мужчин, которые избрали профессию быть поварами. Лучшие повара бывают мужчины. Один из них мне сказал, чай завариваю только я. Я говорю, почему? Он говорит, потому что когда я доверяю это своей жене, то она всегда сэкономит. Она когда-то чуть больше, чуть меньше посыпать. И говорит, я чувствую, что вкус, нет этой глубины вкуса, вот этой всей палитры, этой всей гаммы. Поэтому я сыплю столько, сколько нужно. Они с такой любовью подают, что в повар мужчина выходит. Знаете, то есть есть немало тех мужчин, которые заботливые, внимательные, чуткие, думающие о своей жене, о детях. А при этом специальность у них не так ярко выражена мужская. Какая-то другая специальность. Есть творческие личности, у которых руки, в принципе, как будто бы не приспособлены, чтобы там копать. И не всегда тот, кто копает, является по-настоящему мужчиной по качествам своим. Есть люди, которые любят спорт, которые любят музыку, которые любят искусство. И это не делает их больше или меньше мужчинами. И те, и другие раскрываются, как мужчины, тогда, когда храбрость, смелость и риск поднимаются в них. Это происходит нередко тогда, когда они приходят к Богу. Именно Господь, именно Бог имеет эту удивительную способность задеть те струны души внутри каждого из нас. И раскрыть наш потенциал во всей полноте, чтобы мужчины были мужественными, а женщины – женственными. Вы знаете, когда я думаю о ранней церкви и об Иисусе Христе, я использую одно слово – Иисус, как магнит, притягивал к себе мужчин. Разве не так? Посмотрите, когда Он говорил своим ученикам посчитать людей, они даже не обращали внимания на женщин и детей. Почитайте Библию. В Библии везде весь счет идет только по мужчинам. Оказывается, они взяли там две рыбки, пять хлебов одного мальчика, мальчугана. Он благословил, преломил, накормил, ело пять тысяч мужчин. Прямо дописано, кроме женщин и детей. Женщин и детей даже не считают. В день Пятидесятницы покаялось три тысячи. И вы можете сквозь всю Библию видеть, что вся ставка была на мужчинах. Мужчины тянулись к Иисусу. Он акцентировал свое внимание на них. Он говорил им какие-то слова, которые просто поднимали в них мужество. И они хотели идти за Иисусом. Он взял двенадцать мужчин. И Он сказал им, ребята, мы изменим этот мир. Когда Он взял их, Он не взял религиозных, таких, знаете, глубоко задуманных. Он взял обычных ребят. Рыбаков, фермеров, сборщиков налогов. Обычных людей. Он привлек их к себе. И они пошли за Ним. И они стали великими служителями Божьими. Вы знаете, я не знаю, но я видел нередко, когда мужчины делают определенные дела, которые они должны сделать. Вот такое чувство, как они не включены. Как будто бы, вот знаете, они как-то так на тормозах. Как будто бы у них нет никакой заинтересованности. Их как будто бы никто не зацепил. Вспомните, когда вы любили. Или, может быть, сейчас любите. Как вы мечтали, как вы думаете, как вы думали, какие творческие подходы вы искали для того, чтобы удивить вашу любимую. Для того, чтобы в действительности сделать что-то уникальное, неповторимое. Ваши мозги работали по-другому. Вы готовы были, способны были не спать, не есть. Лишь бы что-то, что-то сделать, совершить. Почему? Вы все были включены в это. Что-то происходит, какое-то время проходит. И мужчины как теряют интерес, теряют сочность. Знаете, я хочу очень громко сказать, если бы я мог сказать это на весь мир, я бы, наверное, кричал бы и я говорил бы, мы нуждаемся в вас, мужчины. Мы нуждаемся в вас. Мы отчаянно нуждаемся в вас. Настоящих, проснувшихся, в мужских качествах, участвующих, тех, кому есть дело до всего. Тех, кто по-хозяйски, по-отцовски посмотрит своим взглядом. Тех, кто задаст вопрос, и будет понятно, что этот вопрос не просто какой-то левый, а что этот человек сердце включает. Мы нуждаемся сегодня. Нам нужны вы. Наше общество отчаянно нуждается в таких мужчинах. Я хочу сказать каждому мужчине и себе, я нужен, ты нужен своей жене. Я нужен своим детям. Я нужен своей церкви. Я нужен своему обществу. И ты нужен. Ты нужен. И дьявол делает все, чтобы скрасить это. Чтобы сказать, что ты никто. Лежи на диване. Переключай каналы телевизора. Просто отдыхай. Что ты можешь сделать? Ты никто просто. Дьявол сделал большую ставку на мужчинах. Чтобы сделать их просто, максимально нейтрализовать их. И бесполезными их. Что очень важно? Что очень важно? Важно следовать за Иисусом. Важно следовать за Иисусом как можно ближе. Матфея 26 глава, 58 стих. Вы помните, когда взяли Иисуса в ту ночь в Гевсиманском саду, все ученики разбежались. Но там написано, в этом стихе, Петр же следовал за Ним издали. Вот это вот слово издали описывает многих из нас. Мы следуем за Иисусом, но издали. Мы не приближаемся слишком близко. Почему? Ну, боимся. А вдруг вообще все изменится? А вдруг вся жизнь изменится? А вдруг мое любимое дело, которое я люблю, так сильно мой грех, тайный. Мне нужно будет открыть это, оставить это. Мне стыдно, мне не хочется. Я привык так. Я привыкла так. Люди следуют за Иисусом, но издали. Друзья, мужчины, ребята, мальчики подражают настоящим мужчинам. Я хочу сказать, что однажды я был свидетелем одного удивительного момента. Я приехал в гости к одному пастору. И у него был выходной день. И он сказал, слушай, я поеду с моими мальчишками, они будут играть там в футбол. Хочешь, поехали со мной. Хочешь, отдохни. Хочешь, пойди где-нибудь. Что хочешь, то делай. Я подумал, поехали, посмотрим. Футбол я не люблю особо. У нас тут есть Игорь, который гоняет мяч, любит футбол. Другие братья. Я особо не люблю. Ну, поеду с ним, что я буду сидеть дома или что. Мы приехали в пустой стадион практически. Сидит пару человек буквально. Ну, и команда пацанов, подростки играют, бегают, мяч. Гоняют вот эту резиновую штучку с воздухом туда-туда. Кричат, орут. Я мало что понимаю в этом деле. Ну, наблюдаю там, ну, бегают, да бегают, бегают, да бегают. Короче, через какое-то время игра закончилась. И в тот день игра, в которой играло два его пацана, один чуть старше, другой на год младше, проиграла. И он так хлопнул меня, говорит, я в раздевалку. И подорвался вдруг резко, прервав свой, значит, разговор, мы там о чем-то общались, и побежал. Ну, я за ним. И я прибегаю туда, пацаны душ принимают. Кто был, знает, как это, душ принимают там. И выходят оттуда с полотенцами. А мы стоим в раздевалке. И я так чуть дальше, он так стоит. Выходят оттуда. Входят какие-то такие, груженные такие. Проиграли, короче. И отец рядом с ними. И я слышу, они сопут так. Прямо как-то так сопут по-мужски. И один из них говорит, ты ту подачу я тебе давал, ты пропустил там другому какому-то. Да понимаешь там. И там что-то выясняют, какие-то отношения, все. И отец стоит вместе с ними. И я удивляюсь. Он начинает сопеть с ними вместе. И такие глаза такие. Как будто он тут просто играл с ними, бегал. Потом он хлопает одного по плечу. Говорит, ничего страшного, отыграемся. Через неделю будете играть. Отыграетесь. Отыграемся, отыграемся. Все нормально, отыграемся. Все хорошо, все, пошли домой, домой. Взяли. Мало очень разговора. Очень мало. Посопели. Сели в машину. И поехали. Приезжает мама там. Мы что там наигрались? Как? Все хорошо? Вот это. Хорошо, все. А что вы такие? Все хорошо. Все хорошо. Женщины не способны даже понять. Они по-своему. Они вносят вот этот вот, знаете, свой элемент женский, который очень-очень-очень важен. Свою культуру вносят все. Она, ой, да что? А что, не так проиграли? Да ладно. Мама, все нормально. Все нормально. Знаете, я много раз вспоминал тот случай. Почему? Я вдруг увидел, что именно отец своим участием и тем, что он был в этот момент, когда им было трудно, когда они проиграли, сопел вместе с ними молча, просто сопел вместе с ними, сделал невероятное единство, сердец между мужчиной старшим и мужчинами, подростками младшими, которые просто понимали, что они просто приклеивались к нему, они возле него просто были. И все, они смотрели на него, на них Папа, это все. Папа со мной, Папа рядом. Друзья, мужчины следуют за мужчинами. Я хочу, чтобы вы взяли текст из Священного Писания, Первое Послание к Коринфянам, 16 глава, 13-14 стихи. И я положу этот текст в основание для того, чтобы мы порассуждали о том, что значит поступать как мужчина. Первое Коринфянам, 16 глава, 13-14 стихи. Здесь три момента я хочу выделить. Давайте послушаем, что говорит апостол. Он говорит, бодрствуйте. Это будет первый момент. Второй момент, стойте в вере, будьте мужественны, твердые. Это второй момент. И третий момент, все у вас-то будет с любовью. Все у вас-то будет с любовью. Мы вернемся к этим трем моментам. Что значит быть настоящим мужчиной? Но перед этим у меня есть три других момента. Чего не нужно делать нам, как мужчине? Или что значит, что мы не раскрылись еще как мужчины? И первый из них. Действовать как мужчина означает не поступать так, как поступает женщина. Ой, что-то я много наговорил, да? Понятно, нет? То есть, если ты действуешь как мужчина, то ты не действуешь как женщина. Разве не так? То есть, быть настоящим мужчиной означает не поступать так, как поступает женщина. Что я имею в виду? Я имею в виду следующее. Несколько моментов. Первое. Не будь ведом, веди сам. Управляй, бери инициативу, бери власть в свои руки. Проявляй инициативу. Принимай решение. Знаете, мужчина создан Богом не быть ведомым, а быть лидером. В самом основании, в самой сути мужской заложено лидерство. Бог вложил в каждого мужчину потенциал ответственности и главенства. Это мой дом. Это моя семья. Это моя жена. Это мои дети. Это мой город. Это мои улицы, по которым я еду. Это моя церковь. Это мои лидеры. Это мое служение. И мне есть дело до этого. Я здесь не чужой. Я здесь не мимо проходящий. Это мое. О, я реагирую, смотрю, включаюсь и беру ответственность. Не кого-то другого, а твое. Не просто, а я здесь, а что я здесь, что тут от меня, тут все вместо меня решат. Нет, я, я, именно я хочу быть ответственным. И я беру инициативу и ответственность. Мужчины, ведите себя, как хозяева. Ведите себя, как ответственные люди. В семье, в доме, в церкви. На том месте, где вы находитесь. Ведите себя, как те, кого Бог создал. Быть во главе и управлять. 1 Петра, 3 глава. Я цитирую этот текст, когда венчаю браки. И каждый пастор очень хорошо знает эти слова, которые апостол Петр говорит. Он говорит в 7 стихе. Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь. Как с наследницем благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Друзья, интересное слово использует апостол Петр. Он говорит, что жена немощнейший сосуд. Опять-таки кто-то из вас скажет, пастор, ты не знаешь мою жену. Это ты там Библию считаешь. Ты приди ко мне домой. У меня такой немощнейший сосуд. Что я тут не знаю в каком углу, где я могу себя чувствовать комфортно. Друзья, да, я может быть не был у тебя дома. Я может быть не знаю там твоих обстоятельств или твою жену. И ты можешь посмеяться, сказать, это в Библии, это в Библии. Но в жизни это по-другому. Но послушайте, Бог создал женщину быть немощнейшим сосудом. Это не говорит о том, что она второсортная. Это не говорит о том, что она по ментальности, по уму тупее. Или что она твоя принадлежность, принадлежащая тебе, просто как будто как предмет. Знаете, много лет, столетия, веками люди относились к женщине, как будто это предмет определенный. И все. До сегодняшнего дня вы можете увидеть у бедуинах женщины, которые все украшения носят на себе. Почему? Потому что вдруг в один день она впадет в немилость, не послушает мужа, как он захочет. И он должен ее тогда прогнать. Когда он прогоняет, то в тот момент, когда она стоит, и он говорит, убирайся вон, чтобы глаза мои тебя больше не видели, разъярившись. Она должна, в чем она находится, в чем она стоит, в том она должна просто уйти и больше никогда не попасться ему на глаза. Поэтому они носят все украшения на себе, все на себе, потому что в какой-то момент, когда я буду уходить, хоть что-нибудь с собой заберу. Понимаете, до сегодняшнего дня в разных культурах женщина это как второсортное, это как предмет. Апостол Петр говорит, она сонаследница. То есть я наследник, а моя половинка, Надюшка моя, она вместе со мной, она сонаследница. Она не второсортная, она не предмет мой, я не тут такая голова, которая ударила кулаком по столу, и мне все равно, я сказал, мое я превыше всего. Это не так. Но при этом, Писание очень ясно говорит, очень ясно говорит, что она не мощнейший сосуд. Она физически слабее, она эмоционально слабее, она нуждается в поддержке. И очень-очень часто мы должны понимать, что не мы нуждаемся в поддержке, а она нуждается в поддержке. Мы, мужчины, должны покрывать это, ее слабую сторону. И мы должны брать инициативу и более серьезные и тяжелые моменты жизни на себя. Что значит поступать с ней, как с немощнейшим сосудом? И что значит вести, а не быть ведомым? Друзья, я бы сказал, на первое место я бы поставил молитвенную жизнь. Ваша страсть по Богу. Ваша жизнь с Библией. Вы, мужчины, открываете Священное Писание, читаете, и вы говорите хотя бы один стих. И вы вместе молитесь. Вы берете те сложные моменты в жизни, нагрузки, тяжести, какие-то сложные решения. Вы вникаете, и вы на все, сто процентов, участвуя, принимаете решение в совете с вашей женой. И так что значит не быть мужчиной? Это значит быть слабым. Это значит быть вторым, ведомым. Это значит не контролировать свои эмоции. Это значит сплетничать, потому что женщины бывают повержены больше, чем мужчины в разные разговоры. Это значит паниковать, хаотично какие-то решения принимать, не вникнув, не изучив, не взяв по-настоящему ответственность. Но быть мужчиной означает не делать этого, а быть по-настоящему лидером. Друзья, я хочу сказать, что у нас есть от Господа повеление. Быть твердыми, мужественными, быть мужчинами. И при этом это не означает грубость, это также означает нежность, забота, внимание и любовь. Второй момент, что значит не поступать как женщина? Или второй момент, что значит, что не нужно делать как мужчина? Знаете что? Не быть движимым своей интуицией или своими инстинктами, даже точно так слово сказать, инстинктами. В Библии описаны такие моменты, когда мужчины поступали только потому, что им сильно хотелось. Помните, как Исаф, тот же Исаф, о котором мы чуть раньше говорили, продал свое первородство только потому, что ему так сильно хотелось покушать. Он пришел с поля, уставший и голодный. И в этот момент Иаков, его брат, он говорит, я дам тебе, дам тебе этого красного борща, если ты хочешь, только продай мне свое первородство. Что мне в этом первородстве? Какой вздор, какая глупость. Меняет какие-то вечные моменты ценности, какие-то, которые бесценны на самом деле, которые определяют всю судьбу. Отдает свое благословение за тарелку борща. Как это возможно? Это несоизмеримо. Как это возможно? Ты, мужчина, что же ты делаешь? А я хочу. Я голодный. Он был движим инстинктом. Инстинктом голода, страсти, похоти. Сколько историй. Средства массовой информации нам рассказывают новые и новые истории. Политики, даже главы правительств вдруг обнаруживается, что они имеют тайную жизнь. Любовниц каких-то. Какие-то пять минут, пятнадцать, полчаса каких-то там страстных чувств, переживаний. И вся карьера, вся жизнь поломана. Все поломано. Даже служители иногда попадаются в этом. Какой ужас. Какой ужас. И так быть настоящим мужчиной означает не быть движим инстинктами. Вы знаете, в Библии есть слово, которое описывает животное, зверя. Оказывается, нам нужно остерегаться, чтобы не оказаться как животное, как зверь. И в Библии сказано, Давид молится после грехопадения своего. И он говорит, я был как животное, как зверь перед тобою. Давид говорит, я как зверь. У меня такая страсть пришла. Я взял эту женщину Версавию, которая не принадлежала мне. Я потом заставил план, чтобы скрыть свой грех. Потом я пошел еще дальше, я убил ее мужа. Я как животное был движим своим инстинктом. И все. Давид говорит об этом. Новоходоносор, царь, был отлучен от людей, будучи царем, и семь лет, как животное жил. Даже ел траву, написано в Библии. И так поступать, как мужчина, означает не поступать и не быть движим своим инстинктом. Пища – это мое место, это мой обед. Почему меня так встретили? Почему нет почтения ко мне? Я, 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 я. Вот это симптомы того, что это не мужские качества. Мне очень нравится. Мой духовный отец Карл Винсент, вы знаете его очень хорошо. Когда я посещаю его, я всегда восхищаюсь. Я вижу его мужские качества во всем. Он, он первый встречает. Он открывает двери машины. Он садит свою жену. Он всегда открывает двери дома. Он всегда подает руку. Он всегда подает одежду. Я, я поначалу думал, что это может просто передо мной, потому что я приехал. Но чем дольше я наблюдаю за ним, он жил у меня в том году, по-моему, да, полтора или два месяца дома жил у меня. Это образ жизни его. Это внимательность, вежливость и то, что он берет ответственность за слабую половинку. Третье, что значит не поступать или как не должен поступать мужчина. Мужчина не должен поступать как мальчик. Мужчина не должен вести себя как подросток. Мужчина не должен капризничать. Ты вырос уже. Я вырос уже. Мальчик зовет маму, когда трудно. Мама! Я помню, я был однажды на одной беседе. 37 лет мужчине. Он пришел проконсультироваться со мной. И он говорит, паспорт. Пошел с мамой. И он начал говорить, мама перебила, все продолжила дальше. Продолжила. И потом сказала, помогите ему, он не может работу найти. У него два высших образования. Я говорю, а почему? В чем проблема? Ну, его не берут на работу. 37 лет. Он такой стоит. Он даже слова не может толком выразить ничего. Мама все за него говорит. Мама все за него решает. Мама объяснила пастору все четко и ясно, в чем проблема. Пастор, помолись сейчас. И я думаю, как мне? Ну, что мне после этого делать? Мама! Твоя жена, а не твоя мама. Если привык, что мама прибежит всегда в любой момент, прямо как только ты позовешь ее, мамочки, отойдите в сторону, мамочки. Вы знаете, человек один, который показался в нашей церкви совсем недавно, где-то полгода назад, может быть, вы знаете, этого человека, он был отлучен в нашей церкви. И он пил, последних там, не знаю, 3-5 лет, семья развалилась, все пошло кувырком, бизнес, абсолютно все. И в один день мама позвонила и сказала, помогите ему. Он пьяный уже какие сутки. Он покаялся, пришел, но он не может выбраться из этого. Конечно, мы кинулись, мы приехали, мы забрали его. И мы сказали, ну, то есть, он живет у вас, на какие деньги пьет? Ну, я помогаю ему. Не помогайте ему. Ну, я не могу, это же мой сыночек. Не помогайте, сыночек такой большой, сыночек уже там за 40 лет. Вы помогаете ему. Ну, что же вы делаете? Вы вредите ему. Ой, я его так люблю. Мы его забрали, привезли его в наш дом милосердия, адаптационный центр. Ночью сыночек проснулся. Говорит, где я здесь? А что меня сюда привезли? Мама! Я мама! Набрал телефон, где-то взял телефон, набрал телефон. Мама, меня привезли сюда, мне тут плохо. Приехало такси, забрало его ночью и увезла его обратно. Можете представить себе? Друзья, быть мужчиной, это означает не поступать, как мальчишка. Апостол Павел говорит, послание к Рейферам, когда я был младенцем, по-младенчески рассуждал. Когда я стал мужем совершенным, я оставил младенческое. Мальчики прощают себя. Они необязательны. Они снисходят сами к себе. Они особо не берут ответственность. Они вызывают к себе сожаление. Они любят, чтобы их чуть-чуть пожалели. Чтобы, может быть, чуть-чуть пожурили. Не сильно. Но чтобы ими восхищались. И они не особо говорят, прости. А если говорят, то особо это не стоит ничего для них сказать. Они снова потом делают то же самое, что они раньше делали. Апостол Павел говорит, я был тоже мальчишкой. Я был младенцем тоже. Я оставил младенческое. Давайте скажем вместе слово оставил. Это мой осознанный выбор. Мне было 17 лет. Я получил исцеление тогда. У меня был кривой позвоночник. И я получил исцеление. У меня была самая большая радость, что я пойду в армию. Я чувствовал, мне нужно. Я хочу стать мужчиной. Я чувствовал, что отец мой дал все, что мог мне. Отец мой работал с утра до ночи. Многие вещи я просто впитывал так в жизни, в общество. И я прямо хотел пойти. Я хотел пойти, потому что я хотел стать мужчиной. Я хотел по-настоящему взять ответственность за какие-то сферы своей жизни. Поэтому, друзья, быть настоящим мужчиной, это означает не быть как женщина, не быть как животное и не быть как мальчик. Но это не все. Вернемся к Коринфянам, 16 глава, 13-й, 14-й стихи. Бодрствуйте. И вот три момента, которые я очень быстро хочу раскрыть вам. Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды. Все у вас добудет с любовью. Итак, вся вот эта лексика этих двух стихов, или первого стиха 13-го, это военная лексика. Бодрствовать, стоять в вере, будь мужественным и твердым. Первая характеристика, что значит быть мужчиной, она здесь. Это означает бодрствовать, бодрствовать, наблюдать, быть внимательным. Раньше, в старые времена, вокруг городов строили стены, чтобы враги не могли прийти и победить город. Но только тогда жители, живущие в этом городе, были спокойны, когда вокруг города, на стенах, стояли бодрствующие их сыновья, которые не спали, которые смотрели очень внимательно вдаль, всматриваясь в горизонт, которые наблюдали, чтобы под покровом ночи случайно не проник никакой враг и не приблизился к стенам их города. И тогда жители внутри города спали. Интересно, но в книге «Бытие», во 2 главе, в 15 стихе, когда Бог творит Адама, написано, он поселяет его в саду Едемском, а вот здесь внимание, чтобы возделывать его и хранить его. Слово «хранить» – то же самое слово, что «бодрствовать», то есть наблюдать, быть внимательным, не позволять, чтобы что-то произошло вне контроля его. И на самом деле первая ошибка или грех Адама состоял не в том, что он съел из запретного плода, но этот плод запретный, но первая его ошибка состояла в том, что он позволил этому змею приблизиться к его жене и заговорить на человеческом языке. Адама, а ты что делаешь? Адам, почему ты вообще не вступился и сказал, кто ты такой змей? Ты же зверь. Чего ты говоришь по-человечески? Что с тобой произошло? Не говори с моей женой без моего присутствия. Понимаете? Он вообще, он чем-то другим был занят в этот момент. Итак, бодрствовать, наблюдать, контролировать ситуацию – это ответственность настоящего мужчины. Я уверен, у каждого мужчины есть это чувство. Когда ваша жена вдруг где-то с кем-то долго по телефону разговаривает. С кем это ты разговариваешь? Что там произошло? А ну-ка расскажи мне. А куда это наши дети ходили? А где они были? Кто-то просто придавил это чувство. Но знаете, когда наши дети росли, мы смотрели все фильмы, которые смотрели наши дети. И перед тем, как мы дали или позволили им смотреть, мы просматривали сами. Я Наденьку просил. Мы читали все книги, которые читала наша дочь, наши дети. Мы бодрствовали, чтобы то, что она слышит, то, что видит она, чтобы мы знали, что входит в нее. Потому что у нас была цель воспитать ее для Царства Божьего. И мы не хотели, чтобы какая-либо грязь, или что-либо нечистое, или что-либо увлекло ее в сторону. Но мы очень ясно хотели, чтобы наша дочь выросла и была служителем Божьим. Мы знали, что Бог подарил нам ребенка в зрелом возрасте. Мы долго ждали ребенка. В восемь лет мы были в браке, Господь дал нам после этого ребенка. Мы долго ждали. И мы знали, что это ребенок обетования, чудо Божьего, ребенок для его славы. Поэтому мы бодрствовали. Не всегда это делал я. Чаще это делала Наденька. Я просил ее, посмотри это, вникни, почитай это. Вот это вот, посмотри, что здесь. Друзья, это очень важно. Какую музыку слушают ваши дети? С кем общаются ваши дети? Где проводят они больше времени? Потому что мы на самом деле будем усреднененькими, если взять круг нашего общения и средняя духовная температура тех людей, с которыми мы общаемся. Это будет наша температура. Это будет наше состояние. Поэтому так важно, чтобы мы бодрствовали. Первая книга «Царств», вторая глава описывает одну страшную историю. И я очень кратко расскажу вам о ней. И он был человек по имени Ильи. Он был священником. И он был первосвященником. Был хорошим человеком. Бог через него действовал. Когда пришла одна женщина и молилась в храме, Бог наполнил его, и он пророчествовал этой женщине. И то, что он сказал, это исполнилось. Через него было слово о том, что она забеременеет, родит сына. И позже мир узнал о великом пророке. В истории такого не было пророка по имени Самуил. Написано, что ни одно слово, которое было сказано Самуилом, не исполнилось. Представьте себе, каждое слово, которое он сказал, оно исполнилось. Оно было от Бога. А через Илья пришло это пророчество. У Илья было два сына. Офни и Финиес. Хорошие парни, хорошие пацаны, им посчастливилось родиться в доме, в семье священника, первого священника. Илья все время был в храме. Все время. Он сильно любил Господа. Он там и сидел на своем седалище. Потом он стал большим, грузным. У него что-то было с обменом веществ не так. И он таким толстым стал. Он сидел там. Он днями и ночами ночевал там в храме. Он сильно любил Господа. Но он, как мужчина, не раскрылся по отношению к своей семье и по отношению к своим детям. Он не наставлял их. Он не обучал их как должное. Он не корректировал их. Он позволял им делать то, что они хотят. И когда они уже стали подрастать, и стало им по 15, по 17, больше, они могли позволить себе что угодно. Он не ставил никаких границ. Они приходили, там, знаете, были целые церемонии, там, когда жертвы приносили, там были инструкции, как поступать. И там нужно было взять какую-то часть мяса, варить, какую-то часть на жертвенник положить. Они приходили прямо в святое из святых. Смотрели на вот эту жертвоприношение, на эту всю церемонию. Один другому говорил, смотри, вот этот кусок мяса мне нравится. Давай заберем. Священники были в ужасе. Они говорят, вы не можете прикоснуться. Это святое. Это Богу приносит. Они брали вилку, игнорировали любых священников. Брали вилку, говорят, дай мне этот кусок, я хочу есть. Дай мне то. Они все ломали. Они делали, что хотели. Никто не смел запретить им. Они сыновья первосвященника. Дело дошло до того, что они стали девушек приводить прямо в храм. И здесь у входа в скинье собрания снашались с ними. Это был ужас. И тогда, мы читаем в Библии, он папочка выдавил из себя. Сыновья мои, такой нехороший слух о вас ходит. Нехорошо вы делаете. Худо вы поступаете. Так и хочется сказать, папа, или это все, что ты смог выдавить. Почему же ты границы не ставишь? Почему же ты не остановил их еще раньше? До чего дело дошло? Как же ты Господа любишь и позволяешь, чтобы это происходило? Некоторые мужчины, знаете, как спит в нас что-то. Мы не говорим им нет. Мы не говорим детям нет. Некоторые другие крайности имеют, только говорят нет. Так тоже не надо. Десять раз скажи да, один раз скажи нет. Приблизительно. Восемь раз скажи да, один раз скажи нет. Мы есть сезоны в жизни, где нам нужно установить границы. Нет, так не будет. Знаете, что страшно? 12 стих написано. Сыновья же Илия были люди негодные. Вот оценка Бога. Они негодные. Кто их сделал негодными? Они родились в доме священника. Почему эти люди негодные? Потому что мужчины не раскрылись. Потому что священник в доме Божьем раскрылся. Но он не раскрылся в своей семье. Он не поставил границы в своем доме. Он не проявлял мужества. Он не взял ответственности лидерства. И поэтому сыновья Илия были люди негодные. Вы знаете историю, что в один день погиб и отец, и дети. И отец, и дети. Они уже были женаты, женились. Невестка одна была беременна. И когда пришли, сказали, что ты знаешь, что и твой муж погиб. И второй, значит, брат твоего мужа погиб. То отец, который сидел на свидалище, услышал это. Он... У него сердечный приступ. Он упал и тоже умер. Когда он умер, прямо на глазах у этой невестки. Она узнала, что ее муж умер. Что была война. И брат умер. Она упала и родила. И когда родила, она назвала сына своего очень плохим именем. Она назвала сына своего Ихавет. Что означает бедствие, горе, беда. Так хочется сказать. Не называйте. Не называйте. Не увековечивайте неправильные вещи. Даже если что-то произошло. Даже если в твоем доме твой отец никогда не был главой. Даже если у тебя не было образца мужчины настоящего. Мой отец был главой, но я его почти не видел. Он целыми днями работал. Целыми днями работал. Я его только видел фрагментально. Иногда так в тумане. Очень-очень редко. И образ мамы, она тоже все время работала. Работала, работала, работала. Работоголики, семья моя. Люблю очень их. Но отец мой был мужчиной. Образ мужчины я впитал от отца. Но потом мне так не хватало. Просто не хватало. Я не увековечил это. Я не назвал Ихавет. Я не сказал, знаете, с какого прошлого я вышел. А знаете, откуда я вообще пришел? Знаете, меня этому не учили. А знаете, у меня не было такого заботливого отца. А знаете, а я так. Не делайте это. Ставьте перед собой цели. Потому что у вас есть Бог. У вас есть Христос. У вас есть церковь. Бог даст вам в жизни тех мужчин, с которых вы будете брать. Я, будучи зрелым, впитываю от других мужчин. Вчера я семь часов общался с Дагом. Семь часов. Человек настолько мудр. Человек в команде Белогейтса. Человек, который действительность и жизнью показал. Это очень высокий уровень людей интеллектуально. Это люди, которые очень-очень-очень-очень развиты. Семь часов общался. Я столько взял мыслей. Столько взял взглядов разных. Мне 50 лет. Я чувствую себя иногда как мальчик. Я просто сижу возле других мужчин. Я впитываю. Я помню, как мускулы двигались у одного моего друга. Он должен был встать на сцену и рассказать о политических решениях, которые перечеркнули все планы. И он знал, что в зале сидят люди, которые все это слушают и которые запишут. И непонятно, во что это вылез. И я поддерживаю его, молюсь. И я вижу, он выходит. Я думаю, у меня бы слова где-то вот так застряли бы. Я бы не знал, как сказать. Я бы продумывал бы. А у него, я прям вижу, мышцы ходят вот здесь. Мускулы так ходят. И он превращается в такую трубу. И он становится таким, знаете, мужественным, смелым, готовым хоть умереть сейчас. И он истину говорит. Вот, вне зависимости от того, что будет после этого. Перед камерой, перед всем. Он говорит, это решение было неправильным решением. Это политическое решение. Это не библейское решение. И я сижу, и я учусь быть мужественным. Поэтому, друзья, так и хочется сказать, что в вашей жизни все еще не потеряно. Второй момент, который мы читаем здесь в послании к Коринфянам. Там он говорит, будьте тверды, стойте в веры, будьте мужественны. Друзья, о чем он говорит? Он говорит о том, чтобы каждый мужчина имел свои убеждения. Чтобы каждый мужчина был священником в своем доме. Стойте в вере. Стойте в вере, когда ваши близкие друзья отпали от веры. Стойте в вере, когда другие не понимают. Когда родственники не понимают. Когда в обществе такие перемены с этой сексуальной революцией. Когда уже даже в документах, но у нас этого нету. В документах родитель первый, родитель второй. И родители могут быть два мужчины. Или две женщины. Когда вообще мир сходит с ума. Гомосексуализм представляется во многих странах. Стойте в вере. Стойте в вере. Помните, Иисус посмотрел на Петра. И он сказал слово. Ты камень. А его имя Симон Тростник. Тростник. Ветер подул туда. Ветер подул туда. Вы знаете, сегодня не модно. Сегодня не популярно. Сегодня это не приветствуется. Одна сестра подошла ко мне и говорит. Пастор, я там следую за Богом и так далее. Я говорю, как давно вы в церкви? Она говорит, ну как разрешили, так я и в церкви. Я говорю, что значит разрешили? Ну, свобода пришла. Это было еще в 90-е годы. Свобода пришла. Сказали, что можно ходить в церковь. Я стал ходить в церковь. Я ей говорю, то есть, если завтра запретят, вы отпадете. Она говорит, не, ну я перестану ходить в церковь. Я говорю, серьезно? То есть, вы зависимы от того, что сегодня государство разрешило, завтра не разрешило. И ваша вера такая. А, можно? Буду верить. А, нельзя? Не буду верить. Где ваши личные переживания с Богом? Где ваша внутренняя жизнь со Христом? Друзья, поэтому хочу сказать, что имейте свои убеждения. Будьте твердые. Будьте мужественны. Берите Слово Божие. Читайте с семьей и молитесь. И последнее мы молимся. Смотрите, как он говорит. Все у вас да будет с любовью. Все у вас да будет с любовью. Оказывается, это важная добавка. Потому что Иаков говорит, что гнев человека не творит правды Божьей. Это означает, что если все идет не так, как вы планировали, если дети непослушные, жена не сделала то, что должна была сделать. Вообще тебе все стало раздражать. Зарплату ты уже ту не приносишь, которую ты раньше хотел или приносил. Вообще другие какие-то проблемы у тебя, еще что-нибудь. И тебя все взрывает, тебя все взрывает. Ты уже кричишь, ты гневаешься. Гнев не творит правды Божьей. Все у вас да будет с любовью. Любовь никогда не перестает. Даже если кто-то сломал твое сердце, любовь никогда не перестает. Даже если у тебя ничего не получается, любовь никогда не перестает. Даже если ты был воспитан по-другому и тебе приходится делать, что ты никогда не делал, любовь никогда не перестает. Даже если ты видишь, что твой сын или дочь приняли решение, против которого ты выступал, говорил, и ты считаешь, что это неправильное, ошибочное решение, ужасно то, что они сделали. Любовь никогда не перестает. Не кричи, не бунтуй, не гневайся, потому что гнев человеческий не творит правды Божьей. Любовь, именно любовь, творит правду Божью. Источник любви в доме исходит от мужа. Я остановлюсь на этом, друзья, мое время вышло. Хочу сказать, что мы нуждаемся в мужчинах. Бог поднимает сегодня целое поколение мужчин. И я пророчески говорю о том, что мы будем в следующие годы видеть, как больше и больше мужчин приходят в церковь. И возле них будут их жены, возле них будут их дети, возле них будут их семьи. Мы будем видеть, мы будем радоваться, мы будем наслаждаться, мы будем видеть большие перемены в нашем обществе.